Уважаемый президиум, дорогой Лев Андреевич, уважаемые коллеги, тема, о которой пойдет речь в моей презентации, в общем, как мне уже показалось, не очень популярна среди российских онкологов, потому что, ну, в силу сожившихся традиций, врачи вашей специальности имеют дело, в общем, к сожалению, не с ранними стадиями чаще всего онкогенеза, а со случаями запущенными, поэтому такой профилактический взгляд на проблему только начинает набирать силу, и, в общем, это такой общий мировой тренд, и всем, и онкологам понятнее, чем докладчику, что чем раньше мы вмешиваемся в процессы измолитизации, тем больше шансов нам рассчитывать на успешное решение проблемы. Но, сравнительно недавно я обнаружил в интернете такую цитату, которая принадлежит выдающемуся российскому онкологу Агадееву Петрову, где в 47-м году, обращающий ваше внимание, практически онколог уже считал, что мы так много знаем о причинах рака, что не только возможно, но и совершенно необходимо поставить противораковую борьбу на рельсе профилактики. Ну, может быть, кто-то из чувствующих знает, что вот я и Лев Андреевич довольно давно пытаемся что-то делать на эту тему, исследовать потенциальные возможности такого взгляда на проблему, разрабатывать какие-то препараты, изучать маркеры и механизмы ранней инициации канцерогенеза с тем, чтобы попытаться этот тезис воплотить в практическую жизнь, потому что речь, когда мы говорим о профилактике рака, в общем, я в данном случае не имею в виду борьбу с курением или борьбу за здоровый образ жизни, что само по себе очевидно. Я имею в виду наше представление о раннем канцерогенезе как набор молекулярных мишеней и процессов, на которые можно влиять, и сегодня совершенно доказано, что влиять можно эффективно. Поэтому вот на эту тему мы тут написали какое-то количество монографий, что, с моей точки зрения, позволило нам, во-первых, провести какую-то инвентаризацию данных на эту тему в мировой литературе и, в конце концов, перейти к формулированию каких-то, ну, внятных предложений, которые могут поставить профилактические мероприятия на очень конкретные патогенетические рельсы, опираясь на современное представление о том, как зарождается опухолевый процесс. Если мы говорим о раке шики-матки, то, собственно говоря, вся интрига, ну, онкологи лучше многих понимают, что рак шики-матки, он стоит особняком, потому что это тот редкий случай рака, когда врачу дана возможность наблюдать за этим процессом, иногда довольно протяженное время. Это рак с визуальной локализацией, он зарождается, имеет статус, чаще всего он начинается с предрака, что позволяет, с одной стороны, нам наблюдать за процессом, мониторировать эволюцию этого процесса, с другой стороны, у нас перед глазами разворачивается весь ранний канцерогенез. К сожалению, чаще всего он, конечно, разворачивается перед глазами гинеколога, который, в общем, не очень озабочен проблемой борьбы с раком. Онкологи, в общем, как я уже говорил, имеют дело с запущенными случаями, но и, тем не менее, именно рак шики-матки считается первым заболеванием, которое, в общем, можно, ну, можно думать о его ликвидации, имея в виду скрининговые мероприятия, вакцинации, профилактику, патогенетическую профилактику, понимание эволюции процесса с интригой. И именно поэтому, собственно, вся интрига, и научная интрига, и организационная, и любая другая, собственно, строится и крутится вокруг вот этой картинки, когда мы имеем массовое первичное инфицирование, до 50% населения в половозрелом возрасте носит вирус попелом и человеком, разной степени риск. И только, к счастью, там, ну, в России, допустим, 12 случаев, там, рака шики-матки, то есть довольно незначительный процесс вирусной инфекции все-таки эволюционирует до глубоких процессов малигнизации, спинической манифестации и с угрозой для жизни. И именно на раке шики-матки у нас есть возможность разрабатывать и, собственно, общую философию профилактики на ранних стадиях канцерогенеза и скрининговый программ. И, как я уже говорил, если мы научимся понимать, по каким закономерностям СИН первичное инфицирование вирусом вирусом человеке и СИН-1 эволюционирует в СИН-3 эволюционный рак, то мы научимся прогнозировать развитие этих событий, мы сконцентрируем административные финансовые ресурсы именно на этой группе риска. И, в конце концов, мы реально можем разрабатывать средства патогенетического предупреждения этой эволюции и инициации вот этого канцерогена с возвращением его вспять. Понятно, что довольно много в литературе предпринимаются титанические усилия по поводу поиска вот этих причин, которые делают процесс эволюции СИН-1 и СИН-3 необратимым. Вот, собственно говоря, такой инвентаризации этих маркеров и попытки на основании этих данных предпринять какие-то такие вот лекарственные усилия и будет посвящено мое сообщение. Значит, если суммировать все, ну, самого общего характера факторы риска, которые делают неизбежную эволюцию СИН-1 или первичного инфицирования в СИН-3, то вот они отображены на этом слайде. Это и отягощенная наследственность, и ВПЧ высокого риска, и травма дисплазии в анамнезе, и так далее, и так далее. Собственно говоря, вот это такие клинические анамнистические данные, которые в состоянии собрать врач просто в беседе с больными при обследовании. Наша задача была попытаться проникнуть несколько глубже и понять молекулярные локомотивы, которые движут этим процессом от первичной интеграции вирусов в геном до глубоких диспластических процессов, неотвратимо развивающихся в сторону рака. Как я уже говорил, к счастью, не все инфицированные заканчивают реальными процессами молекомизации. Вот один из примеров, статистика вообще колеблется, но в самом общем виде она выглядит следующим образом, что 16% ЦИНа и только 30% ЦИНа-2 переходят в СИН-3. Переход ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3 составляет примерно 3,5-4,5 года. Ну, собственно, вы можете сами прочитать эти данные. Надо сказать, что вот в разговорах с онкологами я констатирую, что вот скорость эволюции ЦИНа-1 в ЦИН-3 в общем нарастает. И я знаю довольно многочисленные случаи, когда за считанные месяцы ЦИН-1 превращается в общем довольно, ну, как бы в ЦИН-3 с последующими, со всеми вытикающими отсюда последствиями. Так что же руководить вот этим процессом олиганизации? По каким законам ЦИН-1 может пуститься в сторону регрессии и в полную эрадикацию вирусов другого человека? По каким законам он развивается в сторону инвазивного рака? Значит, я перечислил несколько маркеров, которые совершенно доказаны как главные триггеры вот этого инициации процесса эволюции ЦИН-1, ЦИН-3. Значит, триггер или пусковой механизм номер один – это метаболизм эстрогена. Сегодня довольно много данных, указывающих на то, что довольно в большой части популяции метаболизм эстрогенов у женщин имеет одну специфику. Вообще-то в норме соотношения 2-гидрокси и 16-альфа должно иметь сфиксированное соотношение. Так вот, у определенной категории женщин существенно преобладает, значит, такой агрессивный метаболит эстрогенов, а именно 16-альфа-гидроксистерон. Оказалось, что если вы возьмете клетки шейки матки инфицированной вирусом папиллома чеволета и попытаетесь смоделировать эволюцию и трансформацию этих клеток в сторону опухолевого процесса, и еще и параллельно измерить и судьбу эстрадиола, добавленного в эту суспендию, то вы обнаружите, что ВПЧ-инфицированные клетки в 2000 раз выше, чем нормальные клетки, клетки взятые из цирпикального канала, конвертируют нормальный эстрадиол в 16-альфа-гидроксистерон. То есть оказалось, что помимо того, что вирус интегрирует в геном, помимо прочих функций, патологических функций, которые он придает инфицированной клетке, он сообщает ей удивительное свойство превращать нормальный эстрадиол, метаболизировать его в сторону 16-альфа-гидроксистерона. А это, как известно, это практически канцерогенное вещество, которое инициирует канцерогенез практически во всех тканях репродуктивной системы. На эту тему был написан даже обзор с Верной Николаевной Прилепской, из которого следует, что, в общем, как любой канцерогенез, он развивается по пути вот такого вот замкнутого круга. Опухоль сама производит условия и факторы, позволяющие ей двигаться в сторону алигнизации. Так вот, оказывается, чем больше дисплазия, тем больше пул клеток инфицированных способных превращать эстрадиол в 16-альфа, и тем больше 16-альфа-гидроксистерона, способного инициировать дальнейший канцерогенез. Более того, оказалось, что 16-альфа-гидроксистерон является фактором транскрипции и активации гена Е7, а ген Е7, онкобелок Е7 является главным драйвером, собственно говоря, онкологического процесса, обусловленного вирусами попелового человека. Итак, первая мишень определена. Это, безусловно, коррекция метаболизма и нарушение локального метаболизма, и системные в том числе, и известное вещество, которое способно коррегировать этот метаболизм, а в частности речь идет об идолтой карбиноле. С Волгой Андреевичем мы провели уже множество клинических исследований на препарате Индинова, с которого следует, что 3-6-месячный прием практически целиком восстанавливает соотношение в правильном направлении. Это означает, что если уж к метаболизму эстрадиола под попутив 16-альфа, то коррекция этого метаболизма безусловно будет тормозить онкогенез, и вот так мы для себя понимаем патогенетическую профилактику рака шейки-матки, в частности и в целом процесс малигнизации. Если мы пойдем еще в сторону другого маркера, очень важного маркера, который хорошо описан в литературе, оказалось, что если вы наблюдаете эволюцию канцерогенеза от цина-1 до инвазивного рака, чем глубже стадия малигнизации, тем меньше активность геноптен. Геноптен – это хорошо известный ген и белок противоопухолевой защиты. Оказалось, что по мере инвалидности канцерогенеза опухоль или блокирует экспрессию геноптен, либо вообще избавляется. В раке шейки-матки уже как бы на стадии 4 вы практически не можете детектировать активность геноптен, которая обеспечивает противоопухолевую защиту. Если мы посмотрим на литературные данные, то мы обнаружим, что оказывается... Если мы посмотрим на литературные данные, то оказывается, что индолтокарбинол, который входит в состав препарата, с которым мы работаем, является очень сильным и селективным оптиратором геноптен. В этом, собственно говоря, его онкопротективное действие, потому что при добавлении индолтокарбинола в любую культуру клеток вы наблюдаете многократную активацию активности геноптен, а следовательно вы включаете противоопухолевую защиту. Если мы обратимся к другим факторам, и, собственно говоря, главный акцент в презентации будет сделан на экспериментальных и клинических исследованиях, посвященных роли эпигенетики в противоопухолевой защите и, в частности, метилированию генов. Сегодня, вообще-то, в онкогенезе, особенно когда мы наблюдаем медленный процесс онкогенеза, очень введено понятие точки невозврата. Вот по каким маркерам зарождающаяся опухоль достигает такой стадии развития, когда регрессия невозможна? Когда судьба ее эволюции, вектор ее развития в сторону глубокого канцерогенеза и рак инсид уже определена? И никаких не рассчитывать на какие-то спонтанные регрессии, может быть, даже лекарственное вмешательство здесь не приходится. Чаще всего это генетические нарушения, которые придают необратимый характер роста опухоли. Но среди генетических нарушений есть два типа нарушений. Одно нарушение сопровождается структурой нарушения гена, утратой генов или какими-то структурами мутаций. Эти явления чаще всего необратимы, но оказалось, что в канцерогенезе главное значение имеет так называемая эпигенетическая регуляция, то есть нарушение экспрессии генов без нарушения их структуры. Более того, что особенно важно, эти нарушения обратимы. Существуют препараты и возможности восстановить генетическую защиту и снять запретную экспрессию генов, обеспечивающих противоопухолевый иммунитет. Вот одним из колоссальных направлений в современной диагностике и создании новых лекарственных препаратов является эпигенетическая регуляция, связанная с метелированием гена. Если вы возьмете опухоль, вы увидите, что в большинстве опухолей есть категория генов, которые замолкают, снимая таким образом запрет на намолегнизацию. Эти гены молчат в силу того, что на регуляторную область гена села метильная группа. Процесс довольно примитивный. ДНК метилтрансфераза по каким-то одной законам метилирует регуляторную область и блокирует генетическую защиту. Так вот оказалось, что эти маркеры чрезвычайно важны и как прогностические факторы, и их относят к так называемой точке невозврата. Если вы регистрируете развивающуюся опухоль, некий спектр генов, которые молчат вследствие метилирования, это означает, что опухоль в своем развитии прошла точку невозврата. Дальше вектор развития ее уже определен. Это безусловный канцерогенез со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот мы какое-то время тому назад опубликовали и провели вот такую работу, где мы исследовали спектр метилирования генов на разных стадиях циррикальных дисплазий, обусловленных вирусовыми путевого мочевого человека. Значит, до нас были такие данные, здесь только один график, в общем, ну, как бы я считаю нашим большим достижением. Вот если вы посмотрите нормально, на этом слайде, вы видите некие фоны, вы можете метилировать. Эта часть генов всегда заметилирована, и они находятся в таком молчащем состоянии, даже у здоровых людей. Если вы возьмете ткань, возьмете биоптат из зоны поражения цина-3, вы видите, что большинство генов, вот эти гены, их надо даже запоминать, они свойственны именно для дисплазийшей экиманки. Для каждой опухоли есть свой спектр этих генов. Так вот, при цине-3 мы видим, насколько высок уровень метилирования, это означает, что вот эти вот гены, которые обеспечивают противораковую защиту, они молчат. Следовательно, клетка лишена генетического аппарата, способного противостоять механизму молегнизации. Эти данные были довольно хорошо известны. Значит, что-то нас побудило сделать такой же анализ, но взяв пробу для исследования метилирования, не в зоне поражения цина-3, а вот средний слайд, а в смежный, то есть визуально эта зона не затронута процессом молегнизации. С точки зрения как бы вот визуальной оценки, это абсолютно здоровая ткань. Так вот, если вы берете эти клетки, довольно далеко от стоящей от зоны поражения, и смотрите там спектр метилирования, то вы обнаруживаете спектр, абсолютно идентичный к тому, который вы уже нашли в зоне поражения. Это означает, что процесс молегнизации, это бы биохимический канцерогенез, безусловно, охватывает, выходит далеко за пределы визуальной зоны поражения. Это означает, что даже если вы решаетесь на хирургическое вмешательство, локальное, вы никогда точно не знаете границы поражения. И всегда остается риск, что, ну как бы совершив оперативное вмешательство в той зоне, которую вы визуально оцениваете как зону поражения, вы оставите очаги, которые, собственно говоря, являются прицельной рецидивированной. Поэтому, значит, впоследствии была опубликована работа, которая, собственно говоря, прояснила историю, ну как бы выложила мост, построила мост между вирусом попелом и человека, и вот этим спектром метилирования, который запускает процесс молегнизации. Оказалось, что белок Е7, как главный маркер и локомотив молегнизации, обладает феноменальной способностью взаимодействовать с ДНК метилтрансферазы и принуждать ее метилировать гены, которые мешают процессу молегнизации. То есть возникает замкнутый круг, 16-альфа-гидроксиэстрон, конвертируется в клетках, содержащих ВПЧ. ВПЧ экспрессирует онкобелок Е7. Онкобелок Е7 принуждает ДНК метилтрансферазу метилировать гены против опухолевой защиты, облегчая процессы молегнизации. Поэтому все профилактические усилия должны быть нацелены на то, чтобы разорвать вот эти порочные круги. К счастью оказалось, что ДНК метилтрансферазы является ферментом, для которого хорошо известен описанный ингибитор под названием эпигалокатехинтриговая. Собственно говоря, так и родилась. По идее, что идеальным профилактическим средством, с точки зрения современных представлений о том, что запускает канцерогенез в шееке матки, является препарат, основанный на комбинации дотрикарбинола и эпигалокатехинтригалата, поскольку основные механизмы, инициирующие этот процесс, он блокирует. Так, собственно говоря, и родился препарат Промиссан, с которым мы довольно активно сейчас работаем. После того, как мы завершили этот этап работы, понятно, что возник соблазн посмотреть на клиническом материале, способны ли мы вообще управлять эпигенетическим процессом, если метеллирование является фактором, гарантирующим вектор развития ранних стадий канцерогенеза по направлению глубокого эмалигнизации, то управление метеллированием, снятие этого метеллирования открывает перед нами совершенно феноменальные перспективы с точки зрения превентивных мероприятий путем приема конкретных препаратов. Вот такое довольно протяженное исследование, вопречено в него около 150 человек, профилактика шейки матки, новые аспекты патогенетического прогнозирования и терапии с применением препарата Промиссан. Значит, руководил я работой Сидорова Ерина Степановна и Елена Андреевича Шаферова. Значит, поскольку я уже употребляю время, я буду сокращаться. Вот мы видим спектр метеллирования, размер этих столбиков отражает глубину метеллирования генов, которые обязаны обеспечить противоопухолевую защиту. При фоновых заболеваниях мы видим фоновое метеллирование, чем дальше мы движемся по направлению в ЦИНУ-3, тем выше спектр метеллирования, тем глубже поражена противоопухолевая защита на генетическом уровне. Если мы посмотрим такой же спектр метеллирования на фоне разных вирусов папилломы человека с различной степенью канцерогенеза, мы видим, что ВПЦ-16 по 17 дает очень высокий уровень метеллирования, именно потому, что Т7 белок, кодируемый вирусами высокого онкогенного риска, обладает невероятной активностью по принуждению ДНК метилтрансферазы метеллировать гены и принуждать их к молчанию. Ну, и, соответственно, там, где нет ВПЦ, мы видим довольно низкий уровень метеллирования. Значит, я не буду вдаваться в материалы клинических исследований, я только скажу, что и до, и после у этих женщин для всех для них были использованы современные стандарты терапии, которые приняты для ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3, там, управляли к онкологам и так далее. Просто на эти стандарты наслаивался прием пронисана по две капсулы два раза в день. С одним единственным намерением откорректировать три параметра. Первое – метаболизм эстрогенов, второе – предотвратить и вообще приостановить процесс метеллирования, а, возможно, вернуть их вспять, и, наконец, активировать ген. Значит, вот если вы посмотрите на спектр метеллирования, вы видите частота метеллирования, геносупрессоров, шесть месяцев прием промиссана, через год сделан контрольный анализ. Вот больные до лечения – 33%, 59%, 44%. Гены противопухолевой защиты наполовину были заметеллированы, а, следовательно, защита была заблокирована. Шестимесячный прием промиссана, мы видим, как резко упал уровень метеллирования, до нормы, это означает, что на генетическом уровне была восстановлена генетическая защита. Если говорить о клинических параметрах, то вот у этих женщин на протяжении года, уже полтора года наблюдений, мы не видели рецидивирования леченого там, да, ЦИН-1 мы наблюдали регрессию, значит, так сказать, выздоровления, в случае ЦИН-2 и употребления стандартных методов лечения, мы в течение полтора лет не наблюдаем рецидивирование процесса. Вот, собственно говоря, речь идет о промиссании, не буду я уже читать вам выводы, потому что если кто-то интересуется, то это, в общем, легко обнаружить. Итак, практическая рекомендация. Надо сказать, что это первое в мировой практике фармакогенетическое исследование с применением препарата, направленного на регуляцию эпигенетической активности генов в органах репродуктивной системы. Это означает только одно, что мы находимся в правильном направлении, что мы можем подавлять метилирование. Процессы эти длительные. Почему? Потому что каждый новый цикл репликации клетка, проведя на фоне ингибитора ДНК метилтрансферазы, освобождается от новых метильных групп. Этот процент, как любой процесс, не имеет стопроцентной эффективности. Поэтому надо 3-5 циклов ежемесячных, обновления клеточного цикла, с тем, чтобы освежить и восстановить полностью спектр активности генетической системы защиты от опухолевой прогрессии. Поэтому мы показали, что мы управляем процессом эпигенетической регуляции, и это может стать базой для профилактических мероприятий. Поэтому, с точки зрения промиссан, на зарождающей стадии канцерогенеза препарат весьма перспективный. Ну и тут вот есть более внятные рекомендации. По нашим наблюдениям уже многолетним, это 6 месяцев, 2 капсулы, 2 раза в день обеспечивают коррекцию тех параметров, которые создают очень благоприятный фон для развития канцерогенеза, для эволюции ЦИНА-1, ЦИН-3 и дальше. Спасибо за внимание.